всем привет хочу записать небольшое видео о том как работать с заговорами из книг натальи степановой вот на примере одного заговора многие люди пишут что в ее книг заговоры нерабочие потому что там нет ключей или они неполные или говорят что практик не может никак дать свои наработки до в книгах ну вот я про это сначала скажу да потом расскажу как можно работать по заговорам ну во-первых практики дают свои наработки у меня много книг от практиков и есть даже книги в которых работал каждый обряд то есть уже могу опровергнуть до что практики не дают свои наработки но если у меня есть книги других практиков и там рабочие обряды ну значит все таки это не так во вторых опять же говорит что степанова написала все книги и это нет конечно невозможно столько написать такое количество книг скорее всего и другие люди да из издательства писали вот но даже в поздних книгах степанова все равно есть рабочие обряды и во многих обрядах хорошо выстроена логика то есть все равно что-то люди эти соображали да кто составлял эти обряды как вообще их делать вот поэтому конечно они могут быть рабочими кроме того многие обряды в книгах степановой немногие ну вот часть да я видела старинных этнографических сборниках которые еще выходили во время царской руси вот до в до советское время и там тоже никаких ключей нет и они вот точно в таком же своем варианте были опубликованы в книгах степановой ну другой вопрос что уже авторских прав нету на эти книги вернее их и не было да и естественно их может любой взять и в свой сборник поместить если так уже подумать вот так что скорее всего из-за этого многие обряды являются рабочими потому что они взяты из старинных источников и естественно их тоже кто-то использовал поэтому конечно автор не полностью степанова будем это просто воспринимать как некий бренд но тем не менее дал в таком огромном количестве книг можно найти то что сработает да и это будет ни один ни два и не десять обрядов скорее всего если вы сделали там 10 20 30 обрядов из этих книг у вас вообще ничего не сработало значит тут скорее всего какие-то другие причины а какие могут быть причины ну во-первых возможно нет магической силы магическую силу можно наработать она может быть с рождения ну вот но чтобы наработать конечно нужно много-много практиковать вот возможно нет магической силы и человек просто заблуждается в своей силе или в своих способностях то есть способности еще тоже должны быть да и сила и способности во вторых даже у человека силой может что-то не сработать когда есть определенный блок либо человека магический заблокировали либо человек сам нахватал негатива до который может блокировать его силу его обряды то есть просто элементарно нужно почиститься человеку вот ну и конечно что касательно способности магической силы ну естественно если человеку там 40 лет 50 60 ну не может у человека проснуться способность к магии либо резко появится магическая сила нет если у человека есть к этому способности и предрасположенность то конечно это все проявляется с самого детства вот с подросткового возраста да а уже в более старшего возрасте человек просто уже нарабатывают эту силу да и уже конечно к тому же пожилому возрасту будет обладать очень большими магическими возможностями то есть если вдруг вы пожилая тетенька и вам в голову ударила что вы крутой маг и вы решили вдруг что-то поколдовать по книге степановой ну может у вас и не получится да потому что ну невозможно стать магом в таком возрасте да по крайней мере это скорее всего не ваш куда можно что-то пробовать но это скорее всего не ваша да что такого не бывает внезапно как человек написал комментарии к моему видео про книгу степана что типа бабушка у него купила книгу что-то практиковала и там что-то с ней плохо стало ну конечно естественно это обычная простая женщина была которая ну наверное вышла на пенсию и решила вот заняться магией ну нет конечно это это не просто не ее занятие да это ей не по судьбе у нее нет на это силы у нее нет на это способности какая может быть магия вот поэтому человек просто не должен заблуждаться своих способностях и в своей силе да то есть если есть способность если есть сила она проявляется с молодого возраста да и далее развивается и развивается эта сила когда человек не только себе делает обряды когда человек работает с людьми когда человек делает обряды другим людям тогда магическая сила развивается то есть та которая дана с детства она еще больше увеличивается и конечно это дает возможность человеку делать разные обряды причем в разных системах вот то есть это первая причина по которой может не работать нет способности либо нет силы предрасположенности вообще к этому нету ну вторая причина это вот конечно же негатив то есть человеке может быть негатив просто почистится и если сила есть то пожалуйста все должно сработать третье третье это необходимость иметь подключку к определенному эгрегору в данном случае в большинстве ее заговоров нужна подключка к христианскому эгрегору даже те заговоры где используются где используется кладбище или бесы с перекрестком все равно это все будет работать через христианскую подключку через подключку к христианскому эгрегору потому что те же бесы это порождение христианства да то есть оно все неотделимо одно от другого на мой взгляд а кто-то говорит что вообще там нужно это отделяет отрекаться от бога да чтобы с бесами работать да нет конечно ну это полный бред на мой взгляд так как это единая система в общем это две стороны одной системы поэтому конечно нужно знать как эта система работает если вы каждый день работаете с людьми в христианском эгрегоре да делайте обряды через христианский эгрегор читайте молитвы то конечно у вас будет постоянно работающая подключка и те заговоры где упоминаются христианские персонажи у вас будут срабатывать с полпинка вот если вы не практикуете постоянно в этом эгрегоре то конечно вам нужно в каждом обряде создавать эту подключку как ее создавать легко и просто можно просто посмотреть каким персонажем идет обращение в заговоре подключиться к ним через молитвы призвать их потом уже читать основной заговор все очень просто вот поэтому это важно есть обряды у нее которые читаются на личной силе и они могут именно на личной силе сработать там не нужны никакие ключи там не не нужно никаких подключить никаких ключей ничего они просто работает через ваше подсознание на вашей личной силе кроме того нужно конечно знать правила работы со всеми сторонами определенного эгрегора данном случае христианского и то есть если вы используете заговорные неканонические молитвы дату конечно вы должны знать молитвы если вы несете если вы заговорите через бесов то вы конечно должны знать как делать закупы как делать утку Если вы работаете с кладбищем, то же самое. Вы должны знать, как прийти на кладбище, как вести себя на кладбище, как делать закупы на кладбище, как делать откупы на кладбище, как уходить с кладбища. То есть, вот это все нужно знать. То есть, если у вас есть практика, то, конечно, вы спокойно можете использовать эти все заговоры, потому что вы знаете правила магической работы. Но, опять же, вернусь к тому, что есть заговоры, которые срабатывают без всего, без откупов, без закупов, без молитв, без всего. Просто срабатывают и все. У меня такое было, поэтому точно есть такие заговоры. Но, опять же, если вы не маг, то тут большой вопрос. Если вы маг, то если вы поделаете заговоры какие-то, какие-то обряды, звёкни, то вы определите, какие у вас работают, какие не работают, а в каких нужно ещё что-то доделать. Ну, вот дальше, кстати, хочу сказать про доделать. Конечно, доделать тоже можно. Если читаете заговор и видите, что там описывается какое-то определённое действие, можно его сымитировать. Да, где, например, говорится, отправляю, например, порчу на сухой кусток, сухой пенёк там или куда-нибудь, да, то вот можно изобразить это действие, да, и доделать этот обряд. Тут вообще ничего сложного нету. Просто нужно включить логику. Так, что ещё не сказала? Ну, ладно, не буду много говорить. Я думаю, основная моя мысль понятна, что заговоры рабочие есть в её книгах. Если кажется, что нерабочие, можно сделать заговор рабочим. Также нужно разобраться в себе, не находитесь ли вы в иллюзиях в том, что у вас есть магическая сила, либо магические способности. Да, в иллюзиях сейчас много людей на самом деле находится, магия сейчас – это модно. Вот в этом нужно обязательно разобраться. И вообще, ваш ли это путь. Ну, и, конечно, нужно знать правила работы, да, со всеми этими вещами. Ну, и без правил, как я уже сказала, тоже что-то может сработать. Ну, вот давайте посмотрим на примере заговора, как заговорить опухоль. Ну, вот буквально первую попавшуюся открыла, я специально не подбирала, да, потому что смысл похожий, да, как работать с ними. Ну, тут заговор, как заговорить опухоль. Суть в том, что нужно гусиным пером вводить по опухоли, читать молитву. Ну, в данном случае, вот, неканоническая молитва дана. И потом гусиное перо нужно сжечь, делать 9 раз. Для начала нужно продиагностировать. Нужно ли вообще вот это гусиное перо использовать? Будет ли смысл, да? Иногда болезнь можно заговорить вообще без каких-либо действий. Если карты говорят да, то да, можно использовать, тогда все окей. Дальше смотрим, да, что, какие персонажи используются в заговоре. В данном случае Архангел Гавриил и Божья Мать персонажи, да? Ну, и в конце видим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сначала нужно призвать этих персонажей, да? Например, обращаемся к Архангелу Гавриилу. Архангел Гавриил, в помощь мне, рабе Божьей, такой-то приди, помоги отчитать рабу Божью такую-то от опухоли, да? Либо прогнать опухоль. Без разницы, как вы формулируете, главное сказать на помощь мне, рабе Божьей, такой-то приди. А можно не рабе, а просто имя свое. У кого как. Дальше. Матери Божьей, в помощь мне, рабе Божьей, такой-то приди, помоги отчитать раба Божьего такого-то от такой-то болезни. Дальше. Видим, что в конце написано во имя Отца и Сына и Святого Духа. После того, как мы призвали персонажа, мы, конечно, должны прочитать молитвы, чтобы дозвониться до Небесной канцелярии, да? Чтобы вот канал укрепить, скажем так, если у вас его нет. Если тут написано, да, во имя Отца, ну, значит, мы должны прочитать молитву Отче наш, логично. И Сына, значит, мы должны прочитать молитву Иисусу Христу, да, Иисусову молитву. И Святого Духа, ну, логично, значит, мы должны прочитать Царю Небесную утешитель души истины, да, молитву Святому Духу. Но, так как мы еще призвали Гавриила и Божью Мать, ну, кстати, можно и Иисуса призвать, он вообще всегда помогает, да, тем более она его мать. Так что мы и Гавриила, и Божью Мать Иисуса призываем в самом начале. И помимо вот этих трех молитв, которые я сказала, нужно прочитать еще молитву Божьей Матери, любой, их на самом деле очень много. Вот, либо Богородица Дева Радуйся, либо Достойная есть, либо Контакт Богородицы, в общем, без разницы, через какую молитву у вас будет идти контакт, вы это ощутите. Ну, и молитву Архангелу Гавриилу, вот, то есть призываем сущности, потом читаем молитвы, и потом уже можно читать заговор. Ну, естественно, вот делаем действие, которое описано, если оно подходит по смыслу, да, ну, либо если карты говорят, что это будет работать. Еще такой момент. Смотрим, опять же, по тексту. Тут еще есть такие слова губами ее зашепчу, святым крестом закрещу. Так вот, святым крестом закрещу, это нужно будет брать для обряда крест, да, распятие. И, конечно, нужно будет над опухолью крестить. Вообще, это достаточно часто используется, вот, именно такой момент, да, крестить больное место распятием. Ну, это как в церкви батюшки делают, да, крестят людей распятием. Вот точно так же. И это желательно делать все время, пока вы читаете вот этот вот заговор. Ну, конечно, его читать нужно не единожды. Тут написано, делают 9 раз. Тоже можно по картам посмотреть, как сделать. Брать 9 гусиных перьев, да, и один раз читать заговор, и перо сжигать, потом опять второе, да, и вот так вот 9 раз подряд. Либо можно делать 9 дней подряд, да, и на каждый день брать 1 гусиное перо. Ну, вот этот заговор основной читать, например, там, 3 раза или 9 раз, например. Да, тоже можно это все по картам посмотреть, сколько раз читать заговор. Может быть, даже и одного будет достаточно. Вот. То есть, по тексту легко понять, что вообще нужно, да, какие молитвы, кого призвать, какие еще инструменты использовать, да. Вот крест тут по-любому, конечно, я бы советовала. Кроме того, данный заговор можно вообще менять, да, добавить то, что нужно, то, что вам кажется, по смыслу не хватает, да. Вот, как говорят, есть у Степановой неполные обряды, да, такие есть. Надо просто логику понять и доделать их. Вот. Тут, в общем-то, логика есть. Хотя и коротенький заговор. Вот. Что еще можно сделать? Можно убрать слово опухоль и вставить любую болезнь, да, которую вы хотите заговорить. Суть от этого не поменяется. Точно так же можно менять моменты вещей, да, которые используются в обряде. Вот тут гусиное перо в данном случае. Ну, может быть, у вас нет гусиного пера. У меня, вот, например, гусиное перо есть в наличии. Правда, я делала другой обряд с ним. Я заговаривала больные вены. Вот, кстати, очень удачно. И у меня еще остались. То есть я могу его взять и использовать. Если у вас нет его и негде у вас достать. Но есть, например, какое-то другое перо. Можно по картам посмотреть, подойдет ли вам это перо. Либо посмотреть, может быть, вообще без пера сработает. Ну, я уже про это говорила. То есть тут каких-то таких прям четких, что вот только так и больше никак. Ну, глупо так считать, да, что только как написано делать. Да, есть некоторые обряды, которые работают только в том виде, который они написаны. Ну, а если вам кажется, что что-то не то, да, и чего-то не хватает, либо вы поменяли так и так, то это можно тоже сделать. И так же спросить по картам. А вот в таком варианте, в котором я вот хочу сделать, будет у меня работать? Все, смотрим, что работает. Все, пожалуйста, берем, делаем. Вообще никаких проблем нет. Ну, и как я уже сказала, если у вас есть постоянная подключка к христианскому эгрегору, вообще вам не обязательно читать все эти молитвы и призывать этих персонажей. Вот. Вы просто читаете этот заговор и крестите больное место. Только тогда читать, например, не 9 раз, ну, может быть, понадобится больше раз, да, там, 9 на 9 или там 9 на 3. В общем, надо смотреть, да, тоже можно этот момент по картам посмотреть. Но обычно, когда такое происходит, да, когда заговор идет болезни и крестится больное место, то тот, кто это делает, он понимает, когда нужно прекратить читать. Вот я чисто интуитивно понимаю, и, в общем-то, мне не нужно вот этот момент на картах смотреть. Вот. То есть, в принципе, у человека с подключкой этот заговор может сработать в своем вот простом первоначальном виде. Не помню, сказала я, про это не сказала. И, конечно, когда вы какие-то заговоры делаете на здоровье, в данном случае, как вот подобные заговоры, конечно, нужно посмотреть. Можно человека вообще брать на избавление от такой болезни. А то, знаете, можно так взять, что потом себя придется выговаривать, вычитывать. Вот. Поэтому этот момент тоже обязательно нужно смотреть. Так. Хотела коротенькое видео, но что-то коротенькое не получилось. Ну, на самом деле, у меня есть еще много чего, что сказать по заговорам из книг Натальи Степановой. Может быть, когда-нибудь будет время, я запишу видео. Ну, я думаю, что вот этой информации достаточно. Вот. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok